добрый день друзья сегодня мы с вами вернемся к рассмотрению темы челябинского метеорита который пролетел в районе челябинска в 2013 году 15 февраля к этой теме я возвращаюсь специально потому что у меня вышла моя новая книга которая называется истуканы времени в этой книге своей это большой политический фантастический естественно роман который описывает столетнюю историю нашей с вами родины мировые закулисные игры и делает упор этот роман на развитие ядерных технологий которые сегодня так явно проступает в угрозах всему миру и миру нам россии и требуют нашего ответа на эти угрозы и в своем романе я показал у каких стран реально может быть такое изделие как ядерная бомба кто как двигался к этому получению такого фантастического оружия и что под ним можно подразумевать вообще если немножко хотя бы немножко задуматься о существе этой проблемы и так в своем романе истуканы времени я описал подробно все эти события и сегодня я хочу вам показать ту карту над которой я работал в момент работы над романом которая мне показывала то что происходило геополитически на нашей территории на соседних территориях мы с вами посмотрим эту обширную карту и посмотрим также как пролетал какова была траектория этого челябинского метеорита в контексте вот тех географических созданий которые нанесены по крайней мере на мою карту она конечно же не полная вы понимаете ее полный сделать невозможно она естественно не секретная потому что на нее нанесены только те объекты которые сегодня широко известны в открытом доступе и никаких секретов здесь я вам открывать не собирался и не собираюсь я занимаюсь аналитикой исторических событий и челябинский метеорит он попадает вот в эту канву в эту сетку событий которые тем или иным боком относятся к теме ядерного вооружения или каких-то сопутствующих ему моментов итак переходим карте вот такая карта сейчас я ее вам покажу полностью вот так она выглядит видите здесь все забито названиями некоторые читабельные некоторые не читабельные просто посмотрите на нее на эту карту общим взглядом и я вам кое-что по ней большое поясню вот красная линия в правой стороне через петропавловск камчатский это та линия по которой летал один из самолетов в америку это еще были тридцатые годы красная линия которая уходит вверх вы видите в левой стороне экрана и карты через баринцево моря это та же самая линия самолет улетел сначала туда а вернулся справа со стороны востока эта линия показывает нам то что в принципе полеты в тридцатые годы уже были вот такие трансатлантические транс океанические и транс северополюсные ну как нам говорит по крайней мере история летать было можно дальше вы видите синюю линию кусочек буквочкой такой галочкой скажем так аэродром оленья это полеты тех самых разведывательных самолетов вот внизу из пешавара это линия идет а в аэродром оленья и туда дальше швецию норвегию уходит линия это полеты того самого разведывательного американского самолета у-2 который базировался в пешаваре и который пролетал и был сбит над нашей территории вот вы видите что он летел с юга по тем самым челябинским территориям которые были секретные вот там видно что торчит надпись косулина где был пилот у-2 пойман и дальше этот самолет если бы его не сбили примерно в районе косулина он улетел бы на запад и вот тот большой массив значков которые выше над косулина находится вот там бы он не пролетел точно почему потому что там находились самые секретные советские и наши содружеские скажем так предприятия которые и работали на ту самую ядерную тему разведку этот самолет производить никакую и не хотел он доставлял по моей версии конечно определенные определенные приборы может быть материалы или еще что-то технологии для этих самых секретных разработок и вот теперь вы видите жирную с низа право и наверх налево вверх она идет такая прозрачная красная линия это предполагаемая траектория полета того самого челябинского метеорита но метеоритом конечно я бы его не стал называть я своими глазами видел те самые кадры на которых видно что этот челябинский метеорит был сбит неким оружием которая перпендикулярно его курсу почти перпендикулярно пересекая его курс избила этот самый метеорит если бы это был реальный метеорит как нам говорят каменный там какой-то еще он якобы был с четверть боинга 747 то есть огромный в принципе если бы это было так то можно было бы сказать что мы действительно и в космосе летаем и космос вокруг нас есть и камни сверху сыпется не только град и дождь и облака не поймешь как летают но вот еще есть каменная луна тоже не падает и тоже летает и вот такие камни там тоже полным полно их но физика нормальная она говорит о том что такие полеты невозможны некоторые физики которые плохо образованы они считают что реально можно летать в космос почему потому что они базируют свои выводы на ошибочной теории ньютона ньютоновская теория ошибочно в части того что обычный полет который происходит в части инерционного обычного движения или состояние покоя они считают что он происходит по прямой линии что полностью неверно полностью неверно далеко не буду ходить я вам уже говорил что я нашел ошибку первой производной которая высчитывает эту скорость и траекторию полета она эта ошибка убрана в современных знаниях таких как уравнение максвелла раз дальше термодинамические постулаты 2 цикл корно 3 и вот эти все электрические тепловые и химические машины они работают сегодня у нас на них построена наша с вами реальность а технические машины космического плана построены на ньютоновских уравнениях не работают поэтому в космос полететь мы до сих пор не можем из-за того что существует ошибка первой производной по которой я уже делал фильм поэтому из космоса к нам ничего прилететь не могло потому что нет этого космоса полеты и параметры полетов совершенно не такие если бы они и были никакие камни с неба сыпаться не могут если конечно их оттуда не бросают великаны так вот глядя на эту карту я постепенно ее начинаю приближать один шажочек вы видите что метеорит я его так называть чтобы не путаться и не оговариваться каждый раз он летел как раз вот оттуда со стороны японского моря японии кореи северные или китая может быть я уж не говорю что с монголии но вот с тех территорий с того направления конечно я эти страны не обвиняю потому что но что их обвинять если это летел как говорится официальный камень но с другой стороны траектория показывает вот ту самую враждебную ситуацию которая у нас с этими странами или хотя бы частью этих стран всегда было и знаете опять здесь знаково попадает к нам на экран та самая япония которая в общем-то и в сорок пятом году прошлого века получила кое-чего ядерным оружием по себе ну как по крайней мере опять же заявляют историки и вот сейчас в челябинске в принципе это мог быть какой-то некий ответ японцев на вот те самые бомбежки которые были бомбежки хиросимы и нагасаки и знаете статистики утверждают что это был хотя и какой-то некий камень но имел он термоядерную силу взрыва примерно 300 500 килотонн это в тротиловом эквиваленте что в 20 раз больше той бомбы которая была сброшена американцами на хиросиму то есть получается прилетел ты камень а взорвался это он в тротиловом эквиваленте ядерным своим взрывом и вот это мне кажется очень подозрительно и очень символично посмотрите какая карта давайте я вам ее опишу чтобы вы понимали слева внизу видите там написано рудник номер 2 рудник номер 1 сухуми тбилиси баку и бриз это район где проходили немецко-грузинско но грузинско конечно в советском смысле события которые отвлекали международное сообщество от реального места где делалась ядерная бомба советского времени вот здесь события развивались примерно в сороковые годы и чуть далее а стали строить вот этот анклав создавать его советские времена примерно после того как уже все было запущено вот в этом центре который испещрён надписями вы видите это екатеринбург челябинск как раз и к северу от него вот в этом смысл грузии и всей вот этой тбилисской группировки оттуда произошли кстати многие члены которые и продвигались и сегодня и в прошлом и в недавнем прошлом так вот ситуация здесь какая была я коротко вам скажу что здесь родился естественно и сталин в этой территории и все его охранники и здесь родились и жены и все такое прочее и косыгина и охранника берии и короче весь клубок тех кто в итоге замудрил ту самую ядерную советскую скажем так школу или науку но по крайней мере по официальной версии и сюда же конечно относятся и примаков евгений максимович который был кем только он не был но что меня больше всего удивляет его дядя он был как сообщает по крайней мере википедия осужден дядя по матери брат матери осужден по таким тяжелейшим статьям как биологический терроризм там терроризм мирового уровня я не представляю как советское время племянник достиг вот таких высот в нашем с вами советском государстве ну и что интересно вот те выходцы из этого анклава который я сейчас рассказываю они все самые главные конечно вошли в то самое мировое правительство в римский клуб где и заседали я одного по фамилии гриша не знала лично он курировал мою книгу про вакуум которую вы тоже наверно знаете и здесь косыгинские косыгинские люди они как раз и вошли туда косыгинско гвишианевские люди вошли в мировое правительство вот дальше мы смотрим следующее вы видите в центре внизу это территории всех возможных полигонов станция сары шаган ферганская долина муюн тююмуюн это первый рудник где был добыт ради еще в 19 веке и этот ради доставлялся в район челябинска потом от него отпочковался в 1922 году уже институт радийный институт который был построен в санкт-петербурге двадцать второй год ну и вообще вот эта территория территория этих рудников и различных полигонов она и сегодня остается в большой степени такой же скажем так по применению видите через ее север проходит как раз та самая траектория этого самого метеорита челябинского вот здесь пусть каменогорск вы видите куда был отправлен маленков якобы в ссылку на самом деле он руководил подачей энергии вот туда на эти полигоны вы видите здесь различные другие объекты я сейчас приближу и вы посмотрите по внимательней как все это здесь выглядит ну и наконец вот эти ссылки всевозможные вы видите как они туда сибирь проистекают там нет ничего только места ссылок сталина это пустая территория которая и была пустой ну и сейчас пока еще остается тоже относительно пустой видите там вот есть даже место взрыва тунгусского метеорита это начало двадцатого века мы его рассматривать не будем я вам уже как-то делал об этом свой фильм в центре самые большие события давайте их приблизим вот у нас центр событий слева видите москва центре находятся все эти самые главные места которые были отнесены к разработке ядерного оружия в двадцатые тридцатые годы двадцатого века вы представляете когда это все ну и видите что в центре этой карты в центре в северной части этой карты хребет поясной камень памятник группе дятлова почему они здесь у меня всплыли то вы видите это самый вот самый самый верх а внизу все эти различные предприятия секретного плана то самое косулина находится ровно в середине это где пилота у-2 поймали люди ну и вот там трехгорный межигорье видите куда в общем-то в район челябинска там челябинск и прилетел этот самый метеорит вы видите что этот метеорит летел в самый центр ядерных разработок в самый центр то есть другого места на земле куда бы прилететь метеориту из камня сделанному из космоса пущенному ну как бы вроде как не нашлось с другой стороны если более-менее подкорректировать эту траекторию то можно говорить о том что возможно это тело летела и на москву потому что продолжением этой самой траектории является как раз москва ну и вот давайте еще обратим вот на эти черные значки это значки где были лагеря различных сидельцев вы видите что в том районе в котором происходили челябинске и другие ядерные события таких лагерей нет почему да потому что и лагерная система находилась в других местах он видите справа дальше и слева северу дальше а вот в этом районе где челябинск где екатеринбург там совсем другие вещи творились еще приближаем карту чтобы понять ее еще ближе вы видите что места событий с группой дятлова они все равно остаются близкими к центру событий чуть-чуть к северу но садились они как раз вот здесь в районе косулина в свердловске и туда уже туда на севера они ехали отсюда вот он газодиффузионный завод здесь же в екатеринбурге это тот завод на котором вырабатывали тогда тот самый обогащенный уран и который не смогли американцы сделать у себя они не смогли запустить газодиффузионные установки бывший президент барак обама об этом говорил публично он закрыл все эти программы у нас они здесь действовали по официальной хронологии с 51 года двадцатого века но и вы видите вот здесь все здесь я много наносить не стал но вы видите вот эти все секретные моменты которые сегодня в общем-то доступны вот завод маяк каштым озерск снежинск это вот эти заводы которые сегодня заявлены как одни из главных предприятий которые весь мир знает вот эти их можно набрать в википедии о них есть много чего и посмотрите насколько точно по ним бил тот самый челябинский метеорит поэтому у меня и зародились эти сомнения по поводу того что летел камень а не какая-то возможно ракета или другое атакующие тело вот увеличиваем дальше челябинск и сверху свердловск екатеринбург вы видите что в принципе до тех самых секретных объектов снежинск касли маяк каштым и озерск вот эти несколько главных до них в принципе всего 50 километров этот метеорит возможно не долетел может быть по ним действительно был удар потому что это был 2013 год достаточно напряженный мы помним что случилось 2014 году на западе нашей евразийской территории все эти украинские события мы помним что стало потом и к чему сегодня это все привело то есть за год до событий на украине до начала всех этих событий на украине начались вот такие возможные бомбежки я честно говоря думаю что такое совпадение знаете и самолет у-2 здесь был сбит в районе косулина пилот попался видите здесь сколько здесь тоже не так много где-то километров 150 200 по этим меркам это небольшие расстояния все эти очень важные объекты даже вот слева внизу видите трехгорный это 1952 года постройки а те которые в центре объект они были построены еще раньше поэтому версия моя она сводится к тому что летела некое тело некое тело которое намеревалось атаковать вот эти заводы с ядерной тематикой может быть там какие-то еще другие заводы есть это вы сейчас видите то что не секретное или не совсем секретное оно режимное конечно туда вы не попадете все эти предприятия и сами города закрытые то есть вы въехать и выехать из них не сможете если вы не работаете в них или у вас там не живут родные это специальные предприятия города предприятия скажу так даже и вот то что они возможно стали целью даже не сами они а какие-то возможные окружающие их еще более секретные города или предприятия это моя версия я вам сразу говорю что я не верю ни в какие эти самые метеориты что они где-то там летают а замаскировать боевую часть под какую-то или даже всю ракету под какую-то каменную глыбу чтобы ее визуально можно было фиксировать различными средствами большого труда не составляет можно пускать все что угодно но вы знаете все эти тепловые нагревы об атмосферу это все конечно хорошо но почему-то почему-то мы с вами видели например такой пример когда пилот одного из воздушных шаров спрыгнул с высоты например по моему 25 километров от земли и летел вниз в своем скафандре он чего-то в конце своего пути не взорвался как некая ядерная бомба хотя в принципе там тоже 70 килограмм веса это было бы нормально но он спокойно приземлился остался жив и его полет прошел успешным и когда нам говорят что вот такие какие-то там торможения какую-то атмосферу ну не знаю ну попробуйте сами нырните в воду с какой-нибудь высоты вы поймете что ну да торможение есть но до взрыва там далеко может быть если мгновенно что-то сделать может быть какие-то похожие на взрыв и могут быть моменты но я очень сомневаюсь что они будут сопоставимы с термоядерными процессами в основе которых идут совсем другие явления и лежат даже другие явления и сопоставимость вот тех процессов когда какое-то твердое тело взрывается на основе какого-то теплового перегрева с тем что это же тело такого же размера взрывается на основе крушения меж ядерных связей это вообще совершенно разные вещи и я вам скажу так что если бы все метеориты взрывались подобным термоядерным образом то зачем нужно было бы придумывать ядерное оружие было бы достаточно придумать большие ракеты выводящие на далекую траекторию различные камни и этими камнями просто бомбить по нужным точкам противника и все было бы нормально камни только можно было бы побольше туда запускать не 100 тонн например там на 150 тонн 200 тонн ну раз в два я вас уверяю что такой опасности тоже бы хватало для устрашения всего мира поэтому моя теория моя теория она сводится к тому что 2013 год это был год когда как раз российской федерации вновь избранный президент россии он повернулся лицом к китаю он поехал накануне своего избрания туда в китае посетил там все посмотрел там все руки пожали а уже после где-то в марте после избрания нашего президента уже в марте где-то приехал сюда си цзэньпинь и коннект как говорится между двумя государствами состоялся вот здесь по траектории этого полета я вам еще раз ее покажу вот она траектория она уходит через все эти наши полигоны хотя можно кстати было бы развить и гипотезу что с полигонов наших улетела какая-то ракета но я думаю что это не так потому что здесь не те проблемы как говорится у 2 этот самолет разведчик над нашей территории на челябинском тогда сбили вот здесь вот видите и этот метеорит тоже сбили да у них траектории были разные но заход как говорится на цель он может быть каким-то любым а вот политические интересы это все-таки я думаю что были только либо у китая вот он у нас прям точно шанхай попал на эту траекторию либо у северной кореи либо вот представляете прямо на фокусиму попала это траектория случайно я честно вам скажу что я ничего не подгонял вот такая часть ну и дальше там идут острова американские из которых тоже в принципе можно было бы что-нибудь в нашу сторону запустить такая вот картина подумайте над этим я думаю что моя версия имеет право на существование и она близка к реальности я думаю что возможно тогда какие-то державы через какие-то свои стартовые площадки возможно пытались провоздействовать на центры наших ядерных разработок это был 2013 год все как раз политически сходится и географически тоже